Вейкапы, я Кэс. Димас и Блок захейтили за дорогой подарок Ани Ищук. Оля Бузова публично высказалась против Моргена. Даню Милокина хотят наказать за исполнение гимна Украины, а к Некоглаю не пускают адвокатов. Прямо сейчас все подписывайтесь, будете в курсе лучших новостей и обязательно жмите колокольчик, ставьте лайки или дизлайки. Желаю хорошего просмотра, погнали! Димас Блок устроил своей жене Ани Ищук сюрприз и подарил машину, о которой она давно мечтала. Я тебя люблю. И знаете, эта новость почему-то вызвала негатив в пабликах. Многие не понимают, откуда у тиктокеров столько денег в это непростое время. Чтобы дарить Порше Макан за 8 миллионов. Пишут, что лучше бы отдали на благотворительность. Оля Бузова публично назвала Моргенштерна предателем Родины. Я больше не слушаю, я не слушаю тех, кто предал Родину. Вот, поэтому... Спасибо. Алишер шокирован таким заявлением. Он утверждает, что еще месяц назад он виделся и обнимался с Олей. Что думаете, переобулось или же отрабатывает на камеру? Ребят, я хочу рассказать вам об одной теме. Мы живем в сложные времена. И деньги зарабатывать сейчас сложнее, чем раньше. И у меня так же все, как и у вас. Но в жизни появился друг, который взломал онлайн игру. И на этой игре в день можно зарабатывать несколько тысяч без вложений. Конечно, он показал мне, как ее взломать. И я уже вторую неделю сижу и зарабатываю вообще без напряга. И давайте, кстати, я вам тоже покажу. Тут вот типа какой-то чел летит на джетпаке и рандомно то падает, то взлетает. Сейчас раунд закончится, я сделаю ставочку тысячу. Так, я делаю ставку. Ждем следующий раунд. Ждем, 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 лети, лети, лети. Так, забрать. Есть 2,240 наши. Я не понимаю, как это работает, но каждый раз он на 2x улетает. Я уже вторую неделю сижу в свободное время, зарабатываю тут большие деньги. И сам не понимаю до конца, да, как это получается. Я от этого просто в шоке, ребят. Ладно, давайте я вам еще раз покажу. Так, раунд сейчас пусть пройдет. Так, делаем ставку тысячу. Ждем следующий раунд. Нам нужно 2x. И нам будет хорошо. Забирать. Есть! 2,240 опять. Как видите, опять поднимаю бабло. Я просто в ахуя. Не могу не поделиться этим с вами, ребятки. Мой друг записал небольшой видос на YouTube, в котором рассказал, как взломать игру. Кликай на эту подсказку и смотри видос. Там все настолько просто, там ребенок разберется. Но обязательно помните, что выводить больше 10к в день не рекомендуется. Чтобы не было палева. Пока это все работает, я обязательно, я настаиваю вам это все изучать, зарабатывать. То эти темы долго не живут, сами знаете. Менеджер Никоглая сообщил, что к нему уже не пускают 3 дня адвокатов. По его мнению, они что-то скрывают. А тем временем, различные популярные личности уже выразили свою поддержку Коля. Они считают несправедливым то, что с ним сейчас происходит. С Никоглаем хуевая ситуация произошла. Это вообще не круто, блять. То, что происходит, не должно такого быть. Это тупая хуя, я считаю. Вот особенно в последнем видео, где он лысый. Ощущение, как будто его пи***ли. Здоровье и скорее тебе оказаться дома. Говори про Колю. Что я могу сказать, ребяточки? Я очень боюсь за него. Но вроде бы уже все прошло, все позади. Блин, ну это ужасно, ребята. Мне кажется, если бы он самостоятельно бы решил улететь в Молдову, у него бы это получилось куда намного быстрее, чем у какого-то там, блять, непонятного места, где он сейчас находится, да? Нет, они его там держат, блять, мурыжат нахуй, что-то непонятно вообще. Готовят в каком-то спецприемнике, как собаку, блять. Здесь я на стороне Никоглая. Какой бы он ху**ю там не делал, ну это реально беспредел. Это беспредел во власти. Поддерживать это вообще никак нельзя. А вот Тендер Либая до сих пор не может избавиться от хейта. После того, как она высмеяла депортацию Никоглая. Хоть Амина и признала свою ошибку, она до сих пор не открыла комментарии в ТикТоке из-за сильного хейта. Почему я удалила ролик? Потому что он вызвал всплеск негативных эмоций у людей. И не только. Еще потому что произошли вещи, при которых это было делать неуместно. Я сделала это тогда, когда это, по моему мнению, было уместно. Это было три дня назад. Но даже сутки могут кардинально поменять всю ситуацию. И что это настолько серьезно? Никто не мог об этом знать. Сам факт того, что я сняла этот видос, в любом случае не показывает меня с лучшей стороны. Но я не считаю, что вы правы и что вы можете так ху**ть меня. Исполнение гимна Украины Данией Милохиным не осталось незамеченным. Давай гимн моей стороны будем. Давай. Прокуратура уже поступила заявление с требованием проверить его действия. Вероятнее всего, в скором времени Милохина признают иноагентом. Сам он, судя по всему, намерен остаться жить в США. Всем спасибо за просмотр. Я напоминаю, кликайте на этот видос, чтобы узнать, как взломать онлайн игру. И там мой друг рассказал, как заработать на этой игре совсем без вложений. Ссылка еще есть в закрепленном комментарии. Всем удачи. Пока.